МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В гости Галина Бессонова, исполнительный директор Федерации бадминтона края и тренер-преподаватель по бадминтону, кандидат мастера спорта Карина Макута. Здравствуйте, девушки, рада вас видеть. Бадминтон – олимпийский вид спорта. Вообще, как давно он олимпийский вид спорта? Я просто, к сожалению, не помню. И вообще, как он развит в Алтайском крае и его столице? Наверное, Галина, с вас начнем. Вообще, бадминтон включен в реестр олимпийских видов спорта с 1992 года. То есть, ну, довольно давно. Ну, больше 30 лет. 30 где-то, да? Да, то есть уже есть и мастера спорта, и российского, и мирового уровня у нас в стране. В Алтайском крае бадминтон существует с 1966 года. И столицей бадминтона в Алтайском крае является Рубцовск. А почему так? Потому что нашелся человек, который данный вид спорта увидел и просто привез его к себе и начал развивать. А кто этот человек? Зайцев Николай Борисович. И вот он с 1966 года в Рубцовске развивает бадминтон? Не только он. Еще семья Сачих занимались развитием бадминтона. То есть, нашлась группа единомышленников, которые данный вид спорта поддержали и начали активно его развивать. И получается, в Рубцовске его развивали среди семей. То есть, у них прям была целая традиция. Тренировались не только дети, а также родители. У них проходили семейные турниры по бадминтону. И в Рубцовске существует единственный в России музей по бадминтону. Собственно говоря, вот как раз с того времени они начали потихонечку собирать валанчики, ракетки, сумки. И накопилось уже достаточно большое количество. И сейчас в спорткомплексе юбилейном существует музей бадминтона. Вот все, что собрано с 66-го года, представлено там. А получается, они только как-то между собой в Рубцовске играли? Или они все-таки выезжали на какие-то соревнования? Выезжали, конечно. А школу Рубцовска знают. Знают и в Москве знают. Вот мы ездили в ноябре на обучение к тренеру России майора Клавдии Геннадьевне по бадминтону. А именно Рубцовская школа ценится в части постановки техники, в части спортсмена, как играют. Поэтому там есть и мастера спорта, которые уехали из Рубцовска, в другие города переехали. И тренерский состав, к сожалению, оттуда переехал, в другие более крупные города, где данный вид спорта перспективнее развивать. В части помещений, да, есть там большие залы. Но мы сейчас об этом еще поговорим. Получается, что у нас только в Рубцовске есть бадминтон? И почему только год назад у нас появилась федерация? Федерация была раньше, но в Рубцовске некому было ею заниматься. И ее закрыли. Но так как идейный вдохновитель, скажем, в городе Барнауле, он выходит с Рубцовска, у него сын профессионально занимался бадминтоном, пришла мысль о том, чтобы создать федерацию именно в краевой столице, что в принципе логично, потому что все выезды спортсменов подписываются через наше министерство спорта. Соответственно, раньше тренерский состав должен был приехать и подписать. Сейчас это можем сделать мы, уже сокращая этот отрезок времени на подписание дополнительных документов. И не только в Рубцовске, наверное, сейчас заниматься-то можно? Заниматься можно, в принципе, и на базе любой школы, если учитель физкультуры в этом заинтересован. Но в Барнауле есть же какие-то секции? В Барнауле секция представлена пока только в Манеже Латайского государственного политехнического института. Мы там тренируемся четыре раза в неделю. В большей степени это взрослая у нас там аудитория. Это вы арендуете, я так понимаю, да? Да, вы арендуете. Кто вообще больше интересуется бадминтоном, дети или взрослые? Со скольки, допустим, ребятишки могут заниматься бадминтоном? Много ли желающих? Вообще программа рассчитана на тренировки для детей с 1 по 11 класса. То есть разработаны методические рекомендации. Но, как говорится, чем раньше ребенок пришел, тем лучше. То есть ребенок и ракетку умеет держать. И вообще изначально первые тренировки строятся на развитие координации. То есть все передвижения, работа кистью, руки, потому что это очень важно именно в бадминтоне. То есть развитие вот этих вот навыков, которые в дальнейшем пригодятся, это можно воспитывать уже как ОФП до 1 класса. То есть есть в других городах и дошкольная программа для бадминтона. Ну да, потому что, Карина, ты сказала, что ты с 8 лет занимаешься, да, бадминтоном? А вообще со скольки вот у нас в мире или в России занимаются? И лучше заниматься со скольки? С 6 лет примерно. В основном более распространено, что детки приходят. И вначале это начинается с минимальных нагрузок. ОФП, растяжка, координация, ловкость. То есть это все необходимо для игры в бадминтон. А уже потом дают ракетки, занимаемся с фаланами. Но я так понимаю, ситуация у нас с тренировками не самая-то такая простая, да? То есть вы арендуете манеж, и, собственно, это все. А что? Чего не хватает? Что нам нужно? Не хватает у нас помещений. Собственно говоря, у нас не только в бадминтоне беда с залами. Все игровые виды спорта, такие как баскетбол, волейбол, которые требуют больших помещений, высоких потолков, их, к сожалению, немного, и время там расписано. А на бадминтон пока времени там нету. Но у нас выход какой? Мы в процессе подписания четырехстороннего соглашения между нашей федерацией, Национальной федерацией по бадминтону, Министерством спорта и Министерством образования. Данное соглашение подразумевает развитие бадминтона именно среди общеобразовательных учреждений. То есть в рамках урока физкультуры, либо в рамках секции. Что даст данное подписанное четырехстороннее соглашение школам? Оно даст им возможность получить бесплатный инвентарь для тренировок по бадминтону от Национальной федерации по бадминтону. То есть вот в Москве существует головной центр по бадминтону. Они, конечно же, заинтересованы в развитии вида, и они всячески поддерживают. Если в школу заходит секция, если учитель физкультуры готов преподавать бадминтон, они бесплатно предоставляют инвентарь, и всячески поддерживают методическими рекомендациями. Есть лекции для учителей физкультуры для большего понимания именно техники правил. То есть создаются максимально комфортные условия для того, чтобы вид развивался. А школы учителя готовы у нас в Алтайском крае? И во всех ли школах? Ну, я так понимаю, не в каждой школе это будет развиваться? Не в каждой школе. Как будут выбирать? Пока выбирают по принципу свободного времени в школе. То есть на данный момент мы две школы согласились с 1 сентября открыть секцию по бадминтону на базе их школы. Это школа в научном городке и в поселке Лесном. К сожалению, те школы, которые находятся, скажем, в черте города, центра, да, там самый густонаселенный, там район, например, индустриальный, там, к сожалению, пока нет свободного времени. Но мы переговоры ведем. Возможно, за лето ситуация изменится, и с 1 сентября появится дополнительное помещение, выделят, возможно, время для нашей секции. А вот в этих двух школах точно появится? Или когда? Потому что вы говорите, мы на стадии подписания. С 1 сентября. С 1 сентября, да. Только в двух школах? Пока только в двух школах. То есть мы уже встречались с директорами, уже провели беседу, как это, что будет, что для этого нужно. И с 1 сентября у нас есть время, чтобы подготовить и материально-техническую базу, и с летом поработать в летних лагерях, чтобы провести детей, скажем, ввести в бандбинтон, рассказать, что есть такой вид спорта. И с 1 сентября, возможно, уже будет полноценно набрана секция. А какое-то помещение отдельное не обещают? Пока нет, к сожалению. Но вам очень хочется. Судя по вашему лицу, вам очень хочется. Будем надеяться, что, может быть, какая-то перспектива в дальнейшем и будет. Ну, хотя бы в школах начнут этим заниматься. Карин, ну, не знаю, наверное, вам вопрос. Привыкли мы слышать, что виды спорта, они что-то развивают, да? Шахматы, логику, хоккей, там, выносливость. Ну, я не буду говорить о других видах спорта. Если говорить об бандбинтоне, вот какие положительные такие вещи он несет, чему он способствует, скажем так, развитию чего в ребенке, во взрослом? Ну, не говоря о том, что это хорошая физическая подготовка, то есть и тело постоянно в тонусе держится, и ловкость, моторика, это очень улучшает зрение. Если, например, незначительно упало зрение или для поддержания его хорошего зрения, мы фокусируем свой взгляд на валане, то есть дальше, ближе, в сторону, вперед-назад, и это очень сильно способствует развитию хорошего зрения. То есть даже может улучшить зрение. Да, улучшить зрение. Потому что, мне кажется, все время следишь за этим, и наоборот. Да, улучшить зрение. А что-то еще нет? Вот в основном вот это, да? Координация движений, передвижение ног, укрепление всех вообще в целом мышечных органов, мышц. Мышц, я поняла. А скажите, я не знаю, Галина или там Карина, а вот взрослые где-то у нас могут тренироваться? Есть места? Взрослые могут тренироваться. Тоже в Манеже? В Манеже и в Риверс, в спортивном клубе Риверс, у нас есть выделены один час в неделю для тренировок по бадминтону. Поэтому те люди, кто приобрел абонемент, у них есть возможность познакомиться с данным видом и, собственно говоря, посещать. А то есть если во взрослом возрасте начать заниматься бадминтоном, это не поздно? Можно достичь каких-то успехов? Нет, это не поздно. У нас все ребята, которые занимаются в Манеже политехнического университета, они все 30+, есть те, кто 25-26 лет. То есть возраст вообще не имеет значения. Любой желающий может начать в любом возрасте. Но вот если говорить о соревнованиях, да, допустим, для подростков, для школьников в баскетболе есть всероссийские соревнования «Оранжевый мяч». Есть что-то подобное вот в бадминтоне? В бадминтоне существует всероссийская программа, называется «Проба пера». Это именно соревновательный процесс по виду бадминтон. То есть он проходит как на региональном уровне, в тех регионах, опять же, где развит бадминтон, кто готов принять участие, и с дальнейшим выходом на Россию. То есть всероссийские, вот, по подобию «Оранжевого мяча». Я читала в интернете о том, что у нас азиатские спортсмены, они такие лидеры, если говорить о бадминтоне. В России развивается бадминтон активно? И в каких, может быть, регионах? И есть ли у нас сейчас уже в Алтайском крае какие-то спортсмены, которые достигли определенных успехов или могут достичь? Ну, так как у нас сейчас занимаются только любители бадминтона, то есть это ребята, которые уже не могут участвовать на юношеских всероссийских соревнованиях, а они участвуют на любительских соревнованиях, и там в Новосибирске, в Томске, в Екатеринбурге проводятся у нас турниры в Омске. И на этих турнирах есть у нас категории определенные, А, Б, С, Д и так далее, то есть где А – самая высшая категория, там участвуют кандидаты мастера спорта, мастера спорта, Б, С – то есть те ребята, которые ниже уровня. Там начисляется рейтинг спортсменам, и можно расти в этом списке категорий. И есть ребята, которые участвуют в Б-категории, то есть это вторая по силе категория в любительском бадминтоне. То есть это все-таки любители? Да, это любители. Профессионалов у нас нет в Алтайском крае, да, я так понимаю? В Алтайском крае у нас только… А в России вообще у нас есть профессионалы, которые там гремят на весь мир? Конечно, конечно. А кто? Может быть, у вас какие-то кумиры есть, Карин? Кумиры? Ну, да, конечно, когда я занималась, ездила на юношеские соревнования, были кумиры, и те ребята, которые с Москвы, с Казани, наверное, в большей степени у них спортсмены, те, которые выходят на мировой уровень. А вы сами где тренировались? Сама я тренировалась в Новосибирске с 9 лет. И до 18-19 лет я продолжала там тренироваться. А сейчас тренерский состав, я так понимаю, в вашей секции какой? Она у Галины? Пока что только я, и еще у нас есть Данил Ронин. В скором времени будет присоединиться в наши ряды. То есть пока, так скажем, постепенно у нас развивается об админтон в Алтайском крае, хотелось бы, чтобы он более резко начал развиваться. Что для этого требуется, Галина? Чтобы кардинально изменилась ситуация. И вообще нужно ли нам это? Ну, чтобы кардинально изменилось, конечно, это вот прям, чтобы нашелся, не знаю, инвестор, который готов развивать данный вид, может быть, вместе с игровым видом, когда строится большая площадка, крытый корт, и уже туда целенаправленно заходит. Перспектива у данного вида спорта очень большая, потому что можно, он, во-первых, менее травмоопасный, чем футбол, баскетбол, волейбол. Недорогостоящий. То есть несмотря на то, что инвентарь, казалось бы, стоит от 4 тысячи выше, да, там ценовая категория варьируется. Ну, это ракетка, да, и валан. Ну, это ракетка, да, и валан. То есть, собственно говоря, по форме одежды тоже начальный этап – это обычные кроссовки и спортивные штаны, футболка. Вырастить спортсмена можно, и причем можно неплохо вырастить его до профессионального уровня. Плюсом есть поддержка такая, как бандминтон в Артек. То есть дети, которые подают надежды, у которых есть какие-то заслуги в части профессионального мастерства, могут попасть в летний здравительный лагерь Артек, что, я считаю, тоже является немаловажным таким стимулом, потому что многие ребятишки мечтают съездить, побывать в этом лагере. А бандминтон с лагером плотно в этом плане сотрудничает. Но нам не хватает вот именно помещения. Ну, я так понимаю, тренерский состав у нас как бы не сильно большой. Тренерский состав у нас есть. Наберется, да. У нас есть заделы из тех спортсменов, которые хорошо играют, которые отучились. У нас еще один человек учится на тренера-преподавателя по бандминтону. Он тоже давно занимается этим видом. То есть та база, которую нужно создать в части тренерского состава, она на начальном этапе уже существует. Развивать ее дальше можно, потому что есть у нас и дистанционное обучение именно по правилам. То есть достаточно 3-4 года ходить, заниматься бандминтоном, чтобы знать азы, уметь играть, и уже можно начинать преподавать данный вид спорта детям. Я так понимаю, и желающих у нас достаточно будет детей. Главное, чтобы школы откликнули сейчас, и, может быть, кто-то помог с помещением, хотя бы с одним. Я желаю вам успехов в реализации ваших задач, ваших начинаний. Спасибо, что пришли. Спасибо большое. А я напомню, что сегодня мы говорили с Галиной Бессоновой, исполнительным директором Федерации бандминтона Алтайского края, и Кариной Макута, тренером-преподавателем по бандминтону. Всего доброго.